Как Дубай превратился в Дубайск? Да, Миру нормально, в отцов в карман не лезет. Почему русский мир заполонил Арабские Эмираты своей культурой? Это же фонтан, в отцове даже не был сей. Считай, он фондирует. Дорогими яхтами, автомобилями и виллами. Виллы стоят примерно по 5 миллионов долларов. Как Дубай помогает российской элите обходить западные санкции? Что-то мы сразу им не сильно понравились. И действительно ли окружение Путина готовит запасной аэродром среди песков Персидского залива на случай государственного переворота в Кремле? У них все свои джеты прилетело. У всех, конечно, имущество там недвижимое. Теперь здесь чаще можно услышать здрасте вместо ассаламу алейкум. Это рай, это реально. Вот я сейчас вижу рай, у меня глаза горят. А вместо традиционных белых нарядов увидеть футболки а-ля Раша и почувствовать характерный шлейф. Смотрите, бомбически. Дубай-марина, все как надо. Русский мир, похоже, захватил Дубай. Жемчужина Ближнего Востока стала тихой гаванью для российской элиты и их денег. Деньги открывают любые двери. Здесь они решили пересидеть войну в Украине и спрятать свое состояние. Сейчас Дубай просто купается в российских деньгах. Дубай становится хавом для российских денег. И что там делает окружение Путина? Смотрите дальше. Прикупить санкционный автомобиль, позагорать на пляже и спрятаться от мобилизации в России. Стоит лишь взять билеты в Дубай. Неудивительно, что город в Персидском заливе просто распирает от россиян с деньгами. А моду на это ввели, кто бы вы думали? Окружение Путина? Вернее, их дети и семьи. О новом раю для российской элиты смотрите дальше. Здесь самая большая концентрация дорогих автомобилей в мире. И многие из них теперь принадлежат россиянам. Вот пацаны наши московские тоже катаются здесь на Урусах. Когда западные санкции закрыли возможность покупать роскошные автомобили дома, Дубай эту возможность дает. Наша задача – вывозить отсюда тачки наоборот. Рынок поддержанных суперкаров подскочил в разы. Ведь россияне гребут все, что быстро двигается и имеет кожаный салон. Ну вот, например, крузак вот трехсотый стоит. И если, например, привозить арабский через Казахстан, то это будет 108 тысяч долларов. А через Россию везти его, то будет 171 тысяч. Как бы разница есть. Правда, такая тактика имеет свои последствия. И без того перегруженный автомобилями Дубай за последний год просто утонул в пробках. Но раздается в них совсем не арабская брань. Да, я вообще не понимаю, что Дубай, что Москва. Как российская экспансия на восток отразилась на жизни города, уже почувствовала на себе Валерия. Украинка, которая проживает в Дубае. Говорит, такого количества россиян она никогда не видела. Очень большие пробки. Теперь просто ужас. Например, год назад я могла доехать до дома с центра где-то за 10-15 минут. Сейчас это минут 30, потому что пробки. Приезжают русские, они здесь все скупают, все снимают. То есть их очень много. Все подорожало, например, кафе, рестораны, мобильная связь. На все, что можно, подняли цены. В Дубае появились уже целые русскоязычные районы. Они больше напоминают Воронеж или Питер, чем арабский город. Здесь 300 тысяч русскоязычного населения. Это в основном платежеспособные люди. А это значит, что даже на английский не обязательно знать. Вы можете зарабатывать на таких же, как и вы. Но отправились россияне в Дубай не просто так. Это тренд, который запустило окружение Путина и прикормленные российские чиновники со своими семьями. Россияне не успели доесть новогодний салат Оливье, как в одном из роскошных гольф-клубов Дубая засветилась дочь министра обороны России Сергея Шойгу со своим мужем. Ой-ой-ой, кто на первом месте? Йока лучший! Пока отец отправляет россиян умирать на развязанной в Украине войне, жизнь его дочери, похоже, в полном шоколаде. Правда, сама Ксения Шойгу не должна была попасть в объектив камеры в Дубай. Ее засветил депутат с единой России Денис Долженко, сделавший салфи с вип-гостей. Еще и выдал свой отдых на заморском курорте. Похоже, про судьбу России-матушки им проще думать на роскошных курортах. И понесли это своим примером в массы. Они же гедонисты, они же любят вот это все. Они ради этого живут. Не для того, чтобы умереть в окопе где-нибудь в Солидарии, а ради вот этого вот всего. И они без этого жить не могут. Правда, отдых и дорогие автомобили для россиян в Эмиратах – это только верхушка айсберга. После начала войны против Украины Арабские Эмираты стали укрытием для самолетов и яхт российских олигархов, которые могут в любой момент конфисковать. Ну и, конечно, им нужно спрятать свои деньги. А здесь уже пригодилась недвижимость и другое добро в Арабских Эмиратах. О том, как Дубай превратился в новый Лондон, смотрите дальше. Здесь самая роскошная недвижимость в мире. От пентхаусов в небоскребах до вилл на искусственном острове с голливудскими звездами по соседству. Что вы получите в Сочи, что вы получите в Москве, что вы получите в Питере и что вы получите в Дубае. А еще эти золотые квартиры – тайник для российских денег. Это как депозит. Вложил и через несколько лет недвижимость подорожает. А значит и ваши условные единицы умножаются. Такая схема – хорошая приманка для россиян, объясняет Алексей Кобзарь. Он украинец, но сейчас живет и работает в Дубае. Стоимость жилья в течение 2022 года увеличилась в Дубае до 11-13%. Это про стоимость. А вот количество приобретенной недвижимости растет просто бешеными темпами. За 2022 год было заключено более 86 тысяч договоров купли-продажи. 86 тысяч – это новый рекорд. Предыдущий был 80 тысяч. В далеком 2009 году россияне возглавили список нерезидентов, покупающих жилье здесь, в Дубае. Однако быстрый спрос на недвижимость толкает и цены на нее до самых небес. Даже снимать жилье теперь в разы дороже. Причина одна – нашествие россиян. Мы попросили украинку Валерию показать один из самых востребованных районов среди богачей из РФ – остров Блу-Отерс. Цены здесь выросли вдвое. Если сравнить с 2021 годом, то двухкомнатная квартира в этом районе стоила 3-4 миллиона дирхам. Но сейчас эта же квартира будет стоить 5-7 миллионов дирхам. А это на секундочку более полутора миллионов долларов. Но несмотря на это, недвижимость в Дубае разлетается как пирожки. От самых дешевых квартир… 15 минут от Дубая-Марины. Если хотите, сели на машину и доехали до моря. В студии здесь начинается от 150 тысяч долларов. К самым дорогим апартаментам. Как вот это чудо инженерии – искусственный остров Пальм-Джумейра. Здесь есть виллы богачей, звезд, спортсменов. Есть здесь и дом правой руки Путина Рамзана Кадырова. Глава Чечни давно здесь желанный гость. Встречают его с размахом. Впрочем, сейчас такие воежи не только для развлечений. Дубай превратился в тихую гавань для российских чиновников. Но если вдруг придется бежать из родной страны… Если российская элита проиграет, ну, эстеблишмент, проиграет Россию как таковая в войне, то процессы пойдут очень быстро. Кто-то, конечно, спрячется. Какой-то незаметный, тихий пластику лица сделает, значит. Арабские Эмираты не просто не присоединились к западным санкциям против России. Они стали ключевым хабом для их обхода. Дубай фактически становится таким теневым местом для встреч, для организации разных сделок, именно российских. И тут вокруг происходит много мутных вещей. И это начинает создавать угрозу. Угрозу нам в плане того, что в Дубае могут планировать и информационные, и другие гибридные операции. В Дубае проживают около 70 тысяч долларовых миллионеров. И только за последний год их количество в Эмиратах выросло на 15 тысяч. Большинство из них – россияне. Это же воры в основном, да, ну, жулики, называющиеся бизнесменами, еще какая-то среда. У них у всех свои джеты прилетело. У всех, конечно, имущество там недвижимое. Безусловно, конечно. Здесь они находят пути, чтобы спрятать свое состояние или не попасть в руки международного правосудия. Схема, которую давно необходимо ломать. Они пытаются там прятать активы, пытаются через Дубай прятать деньги и пытаются сделать так, чтобы достать их в Дубае было гораздо сложнее. То есть защита юридическая это не предоставляет. Но Дубай ведет себя так, чтобы люди чувствовали, что достать их там гораздо сложнее, чем на Западе. И российские чиновники не отстают. Главный тренд среди них – покупка резиденства в Арабских Эмиратах для своих жен и детей. Вложил круглую сумму и чувствует себя как дома. Но вряд ли это спасет кремлевскую верхушку от правосудия, которая совсем скоро постучится к ним. Сейчас мир-то другой. Сейчас нет такой возможности, а я вот тут тихонько в домике спрячусь. Куда ты спрячешься? Сейчас все просвечивается сверху донизу. Сейчас очень сложно на шарики устроиться. Александр Мельников специально для телеканала Freedom.